МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Теракт. В новейшей истории России это слово стало привычным и очень часто появляется в новостях. Последний взрыв в Дагестане перевернул жизни трех вологодских семей. Они лишились сыновей, мужей, отцов. Автомобиль с террористом-смертником оказался последним на их жизненном пути. Водитель Лады 9-й модели, начиненный тротилом, пытался проехать в дагестанский хасавюр. Единственное, что мешало ему претворить замысел в жизнь пост полиции, который был на пути. Террорист остановился вдалеке от него, но потом все же поехал. Я говорю, вы контролируете, друг друга прикрываете. Я говорю, машину нужно обязательно досмотреть. Может, ведут видеосъемку, может, хотят оружие привезти, может, хотят чисто проехать. Может, ждут, когда займемся другой машиной, чтобы проехать в этот момент мимо поста. Около 4 часов 27 минут она подъехала в КПП, и, естественно, остановить остановили, ну и произошел вот мой взрыв. Все. Куски железа и обломки бетонных плит – это все, что осталось от поста полиции. Взрыв здесь был настолько сильным, что образовалась воронка диаметром 4 метра и глубиной полтора. По словам экспертов, мощность бомбы составила около 120 килограммов в тротиловом эквиваленте. На месте погибли четверо полицейских – инспектор ДПС Дагестана и сотрудники патрульно-постовой службы Вологодской области. Они служили в Череповце, Ватегорском и Вологодском районах. Дмитрий Евгений Иванович – старший сержант полиции Череповца. Всегда был дружелюбным и скромным, вспоминая череповецкие коллеги. Любил природу и рыбалку. Среди командированных был самым молодым. Ему было всего 24. Онькин Александр Сергеевич – старший сержант полиции Ватегорского района. Эта командировка для него была уже пятой по счету, и за день до трагедии он просился уже в следующую. Солодягин Сергей Владимирович – прапорщик полиции Вологодского района, отличник полицейской службы. В его копилке достижений сразу 10 ведомственных и 2 государственные награды. Сергей Владимирович погиб в свой 34-й день рождения. Теперь это имена героев, и очевидно, что они предотвратили масштабный теракт. Как сообщили в Следственном комитете России, взрывное устройство было начинено поражающими элементами. Если бы оно взорвалось в Касабюрке, жертв могло быть в разы больше. Уже эта информация, она официально признана, что такими действиями был предотвращен теракт, направленный на поражение гражданского населения. 15 февраля по распоряжению губернатора Олега Кувшинникова в Вологодской области был объявлен день траура. Отменили развлекательные мероприятия, были приспущены государственные флаги. Вологодщина оскорбела по погибшим сотрудникам полиции. 17 февраля их тела спецрейсом доставили в областную столицу. А на следующий день в Вологодском русском доме прошла церемония прощания с бойцами. Сегодня один из самых трагических дней в истории Вологодской области. Погибли наши земляки. Погибли героически, вдали от родины, в Хасабюрте, защищая мирное население. Проскиться с погибшими люди шли сплошным потоком. Еще месяц назад отряд полицейских провожали в дальнюю командировку в Дагестан. А теперь троих бойцов провожали в последний путь. Сотни человек, родные, близкие, сослуживцы и руководители. Трагедия трех семей стала трагедией всей области и страны. Семьям погибших будет оказана поддержка. По три миллиона из федерального бюджета и по одному миллион из резервного фонда губернатора области. Все бойцы нашли покой на родной земле. Сергея Солодегина похоронили в деревне Дятево под Вологдой, Александра Онькина в Вытигре, Дениса Дмитриева похоронили на аллее славы воинского мемориала в Череповце. Сюда пришли те, для кого Денис был самым близким человеком. Те, кто служил вместе с ним, учился, дружил, просто знал его и не знал совсем до 14 февраля, когда имена героев стали известны всей стране. Никакие слова не могут унять боль родных и близких. Примите слова скорби и соболезнования по поводу гибели сына. Денис родился 21 ноября 1988 года в деревне Аксёнова под Череповцом. В семье электромонтёра и главного зоотехника колхоза. Учился в средней школе, как и у большинства мальчишек, были и пятёрки, и четвёрки, и тройки. На 9 мая он вместе с одноклассниками читал ветеранам стихи о пограничниках и отрывки из Василия Тёркина. После окончания школы учился и на электросварщиках в 37-м училище. Полгода отработал по профессии и ушёл в армию. На проводы пришло очень много людей, все соседи и друзья. Для друзей Денис навсегда останется дружелюбным и скромным. Молодым парнем, который любил природу и рыбалку. Человеком, у которого вся жизнь была впереди. Но Денис выбрал свой путь. Так говорят его близкие. Родители, старший брат, всегда поддерживали Дениса. Он советовался со мной. Я сказал, Денис, я не вижу в этом ничего плохого. Как и перед отездом в командировку, и перед выбором профессии. Это был его путь и его выбор. Я считаю, это был достойный выбор. Связать свою жизнь с охраной правопорядка Денис решил после службы во внутренних войсках в Подмосковье. Долг Родине он отдал в отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского. Дениса воспитывали, что могли, научили. Любили его. Он нас любил. И как Родину защищать. И мы все служили, любил Родину. Всем помогал, защищал. Он служил в Адоне. И что-то, значит, поменялось в его психике. Он стал как военный. Он пришел уже. И у него было единственное желание – это пойти служить в полицию. Денис жил в Череповце, но регулярно навещал родителей. Помогал им по хозяйству. Молодой человек был скромным и о личной жизни рассказывать не любил. И уже после трагедии в Хасабюрке стало известно, что Денис собирался жениться. Перед последним звонком он сказал, что мама у меня девушка. И что когда я приеду, девушка беременна. И что когда я приеду, вот 18 июля, то мы посидим и познакомимся. Но познакомились с невестой Дениса родители на похоронах. Общее горе сплотило людей и родители погибшего бойца приняли решение. Если отсутствие подтвердится, на выделенность бюджета деньги купить внуку квартиру. А по линиям ВД ребенку полагаются ежемесячные выплаты. Дениса Дмитриева похоронили рядом с Виталием Галаниным. Он погиб в 2009 году, когда Денис только пришел на службу. Капитан велиции Виталий Галанин находился в командировке в Грозном. Также защищал мирное население от боевиков. 13 июля 2009 года автомобиль с милиционерами был подбит из гранатомета. Капитан получил раны, несовместимые с жизнью. Виталий и Денис служили в патрульно-постовой службе. В городе Нашихсне дислоцируется отдельный батальон ППС. В нем несут службу почти 200 человек. Каждый день они выходят на улицы города, чтобы первыми прийти на помощь и остановить преступников. Само появление наряда патрульно-постовой службы неважно, пешего или на автомобиле может отбить желание приступить закон. Основная задача, которая стоит перед патрульно-постовой службой, это предупреждение выявления преступлений и раскрытие преступлений по горячим следам. Отдельный батальон ППС – это именно та основная служба, которая первая приезжает на место происшествия, первая реагирует на вызов 02. Часто сотрудникам ППС приходится сталкиваться с обычными семейными конфликтами. Но открыть дверь может и вооруженный человек. Нужно быть готовым ко всему. Именно поэтому в патрульном автомобиле всегда есть каска и бронежилет. Возможно, специальная амуниция спасла жизни бойцов, которые были на посту полиции в Хасавюрте. В результате теракта еще шесть человек получили ранения. Трое из Черепаевского батальона ППС. Сначала они находились в дагестанской больнице, сейчас проходят лечение в медсанчасти управления МВД Вологодской области. И говорят, что снова встанут в строй. И так получилось, что служить в патрульно-постовой службе решили не только те, кто прошел это сыровое испытание. На поминках начальник управления МВД Череповца подошел друг Дениса Дмитриева и сказал, что хочет служить в патрульно-постовой службе и защищать людей порядок. Для череповчан и не только Денис стал героем. Жители Хасавюрта, возможно, не знают, что обязаны, в том числе и ему, своими жизнями. Но мы знаем это и будем помнить. Еще осенью мы открывали памятник погибшим сотрудникам внутренних дел по городу Череповцу на площади, на сквере возле ОВД. Сейчас на этом памятнике немножко потеплеет. Будет новая фамилия, его фамилия, которую мы будем видеть, смотреть каждый день вместе с другими сотрудниками. Вечная ему память. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова